Мы ехали вот на чужой дом и сидите еще говорите, что попало. Дело в том, что жители приняли решение. Все жители будут. Какие жители? Жители, жители. Это же все ложь. Они направились в решение. Ложь прикрепленный там. Главные стороны конфликта две управляющие компании – жилищное управление и АЖК. Еще молодая АЖК решила вторгнуться на территорию конкурента. Прошлым летом она провела собрание собственников и предложила им свои услуги. Жители поддержали новичка, хотя на очное собрание пришли единицы. Я начал здесь работать с 1 августа. И с 1 августа вы его обслуживаете? Да, да, да. Нет, я его еще раньше уже обслуживала. А на этой территории другие управляющие компании жилищного управления, тут дворники, еще тут обслуживают или только ваша компания управляющая? Сейчас, как я знаю, это мы обслуживаем. Лично я их все это убираю. Жильцы говорят, что по квартирам прошел представитель АЖК с камерой и рассказал о преимуществе перехода в новую компанию. Судя по летнему протоколу, предложение поддержало больше половины дома. Есть 35% против и 53% доказано, что дом за. И вот это вот нелегитимное вот это все. Деньги наши не осваиваются в дом, а куда-то уходят непонятно. Ремонт подванов нет, ремонт подъездов нет, уборка территории неважная. Ничего там не занимает никакой должности. Оккупировала наш дом. На подвале срезали в один прекрасный летний день в августе замки, навешали свои и там сделали склад. Оккупировали, как вроде мы тут это выиграем. У нас там суды, суды, пересуды, а подвал сейчас с них выселять хотим, срезать замки хотим. А сейчас встал вопрос с ремонтом подвала. Часть жильцов обратилась в прежнюю компанию, где тоже не хотят сдавать позиции. Мы эту компанию уведомили о том, что произошло собрание, о том, что собственники определили управляющую компанию с просьбой передать ключи и предоставить доступ и не препятствовать. Но руководитель управляющей компании ответил, что не считает должным вести бессмысленную переписку. На сегодняшний момент жители к нам обращаются с просьбами провести какие-либо ремонтные работы, заявки, но мы не можем зачастую их выполнять, потому что на подвальных помещениях висят их замки. Судебные тяжбы управляющих компаний длятся уже 8 месяцев. Последнее собрание прошло в ноябре. Собственники опять заключили договор с жилищным управлением. Но этот факт ОЖК тоже ставит под сомнение. Нет, вы не будете обслуживать. Когда суд решит, тогда вы будете обслуживать. Мы в правовом поле работаем, вы бандитским методом пользуетесь. Пожалуйста, получайте решение суда и приходите. В конце ноября областная жилинспекция провела проверку. По ее версии, все процедуры проведены без нарушений. И домом, судя по документам, законно управляет жилищное управление. Однако ОЖК с этим не согласилась и подала в очередной раз в суд на решение собственников. Пока же суд разобрался только в событиях, произошедших летом. В судебном заседании установлено, что со стороны ответчика были допущены нарушения в части регистрации лиц, принимавших участие в собрании, а также отсутствовал кворум для принятия решения. Ангарский городской суд признал решение внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 84-го квартала недействительным. На не вступившее в законную силу решение суда ответчик подал апелляционную жалобу в установленной законом сроке. На сегодня решение в суда еще в законную силу не вступило. Поэтому и не ясно, кому именно должны платить жильцы. Судебные тяжбы могут длиться годами, а проблемы ЖКХ нужно решать уже сейчас. Яна Попова, Алексей Кусюмов, Дмитрий Новопашин. Местное время.